Елена Юрьевна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот что делать человеку, который решил трудоустроиться, и ему необходимо при трудоустройстве работодателю предъявить личную медицинскую книжку? Где ее можно приобрести и как сделать, чтобы это все было в рамках закона? Смотрите, значит, сейчас очень много информации и в интернете о том, что личную медицинскую книжку можно приобрести в киосках, в книжных каких-то магазинах. На самом деле это все неправомерно. Личная медицинская книжка – это документ строгой отчетности, поэтому покупать ее можно приобретать в организациях, уполномоченных Роспотребнадзором, это Центр гигиены и эпидемиологии. Значит, приобретая книжку, у книжки есть своеобразный рестовый номер, куда он заносится и подлинность которой можно в дальнейшем определить уже по этому номеру. А кому выдается вообще и для чего она необходима? Личная медицинская книжка? Значит, смотрите, личная медицинская книжка выдается тем гражданам, чья сфера деятельности связана с хранением, реализацией, транспортировкой, изготовлением пищевой продукции, также питьевой воды, значит, сфера деятельности, которая связана с воспитанием и образованием и коммунально-бытовое обслуживание населения. А где хранятся личные медицинские книжки? То есть, вот я ее предъявила работодателю, что могу забрать домой, или же она остается, что называется, в секретном ящике делопроизводителя? Да, смотрите, значит, личная медицинская книжка, она хранится у руководителя организации. То есть, либо это юридическое лицо, либо это индивидуальный предприниматель, да? Но она может быть выдана по требованию владельца, ему на руки. При переходе с одного места работы на другое, либо же при увольнении личная медицинская книжка уже выдается на руки владельцу. Поэтому хочу отметить также, что руководители организации, индивидуальный предприниматель, юридические лица, как бы несут ответственность в соответствии с федеральным законом санитарно-эпидемиологическом благополучии, несут ответственность за прием сотрудников на свою работу уже с полным спектром анализов, с генической аттестацией, с вакцинацией, с периодическими предварительными медицинскими осмотрами. Если мы обратимся к статистике и тем результатам проверки, которые проводят ваши коллеги, часто держите в руках поделку? Да, сейчас очень часто к нам на экспертизу предоставляют личные медицинские книжки неустановленного образца. То есть, естественно, я хочу обратиться к нашим телезрителям, что будьте бдительны, остерегайтесь подделок, потому что за поделенную личную медицинскую книжку грозит административная ответственность, в том числе и уголовная. Спасибо вам большое за беседу. Мы надеемся, что ваше предостережение будет очень актуально в преддверии летнего сезона, когда большинство пищевых предприятий, комбинатов питания ведет набор сотрудников. Будем надеяться, что наши граждане будут ответственно относиться к этому всему и не допускать, так сказать, поддельных личных медицинских книжек.